Объединяя поколения. В школе номер 37 города Буя состоялся памятный митинг, посвященный Турапову Даниилу Александровичу. Мероприятие было проведено 12 марта, в годовщину смерти нашего героя, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Говорят, что героями не рождаются, говорят, что становятся ими в час, когда подвиги совершаются ради Родины и святыни. Он обычным мальчишкой был, школьником. Во дворе, как и я, он играл. Но порой, сидя на подоконнике, он о подвиге может мечтать. А потом он вырос и тоже был, как обычно, веселый студент. Учился, влюблялся, в общем, жил, как все в пору юных лет. Но теперь мы знаем точно, Даниил, настоящий герой, за святое звание точно заплатил он высокой ценой. В память о выпускнике школы была открыта парта героя. Право ее открыть было предоставлено главе города Абуя Игорю Александровичу Ральникову, родителям Даниила, Марине Александровне и Александру Абзельевичу и директору школы Татьяне Валентиновне Паладьевой. В ходе мероприятия прозвучали добрые и светлые воспоминания о Данииле. Обучающиеся, педагоги, гости, родители и родственники почтили память всех, кто погиб при исполнении воинского долга минутой молчания и возложили цветы. Сегодня мы присутствуем на очень важном, торжественном корпусе событий. Мы открываем парту героя, нашему земляку, выпускнику 37-й школы Турапу Даниилу Александровичу. Дорогие друзья, это действительно очень важное событие, важное событие для всех нас, прежде всего, наверное, для учеников школы. Дорогие ребята, надо понимать, что Даниил выполнил с честью свой воинский долг и пал смертную правду во имя мира на земле, во имя тех завоеваний, которые отстояли в свое время наши отцы и деды в 40-х годах борец с машином. И, конечно, сегодня, когда идет специальная военная операция, эта борьба не за территорию. Эта борьба стоит человеком-ненавистничестве, идеологией, которая десятки лет насаждалась в соседней стране. И Даниил одним из первых встал на пути, напрягающихся машином и защитил нас от нашей свободы независимости. Безусловно, я сегодня говорил о семье уехалов, уважаемая Мария Александровна, уважаемый Александр Дедович, уважаемые родные, близкие до нее. Я выражаю вам искренними соболезнованиями. Безусловно, мы скормим под Эдиеву и по всем тем ребятам, которые погибли в борьбе за нашу свободу независимость. Безусловно, их подвиг будет жить так же, как и подвиг наших отцов и дедов, которые принимали в Великую Отечественную войну. Дорогие ребята, для вас, папа-героя, и для вас, для тех детей, которые будут учиться после вас, это напоминание о том, каким нужно быть, каким нужно быть человеком, как это любить свою родину, и в трудную минуту отстаивать ее, в том числе и на больных сражениях. Вечная память, да не его, его имя всегда будет жить в наших сердцах. Очень тяжело сейчас говорить, почему, потому что Дарьян, наверное, для меня стал, как родным, в ходе специального реабилитации, один из первых погиб нашим младенцем, и всю эту боль я принесла вместе с мамой и папой. Марина Александровна Александровна Александровна, примите искренние символизмами, дань не всегда останется в нашей памяти, она всегда останется в наших сердцах. Мы никогда ее не забываем. Каждый раз, когда я вижу Марину Александровну, прошло вот уже два года, а такое ощущение, что, как вчера, боль, которую она несет с собой, мы, наверное, предотвратили с вами. Поэтому наши с вами обязанности, уважаемые учащиеся, создать память, сохранить ее, передать исправление в поколение, потому что именно в таком любимом программе мы с вами здесь сегодня живем, и как и папой, с ними на ней заболевали. Вечная память, вечно на стол. Сегодня мы с вами в уроках память о нашем предыдущем школе 2017 года Туракове Дмитрия Александровича. О потерях говорит тяжело и больно, но когда уходит молодежь жизни, тяжело и больно, как говорит в войне. Мы гордимся, что в нашей школе учился Герой России. Дмитрий с честью и достоинством выполнил свой патриотический долг. Он является примером героизма, отваги, мужества. Он является примером быть сильными, способными встать в любую минуту для защиты нашего Отечества, нашего родного дома. Мы гордимся этим. Сегодня у нас присутствуют родные. Уважаемая Марина Александровна, Александр Торзевич, огромное вам спасибо за достойное воспитание сына. Мы помним, мы гордимся. Городским главой школе была подарена книга Светланы Коротковой «Битва за Донбасс, разделяя боль», которая посвящена памяти героев, вставших на защиту интересов России и отдавших жизнь за ее суверенитет и независимость. В книге размещена информация о гвардии рядовом Турапове Данииле Александровиче. За выполнение воинского долга Даниил был награжден орденом мужества посмертно. Миссию от имени родных и близких Даниила Александровича передают в школе книгу «Битва за Донбасс, разделяя боль». Здесь, на странице 149, подробная информация о Данииле, о его подвиге и о его жизни. Я думаю, что эта книга будет сохранена в школьном музее, и все дети обязательно ознакомятся с тем, каким он Даниил. Тут также информация и о других гуських героях, которые погибли на полях сражений. Огромное спасибо, Ильзи.